друзья всем привет меня зовут олег я директор этого кафе только сейчас снимал видео контрольную закупку с магазина светофор треска икра трески ребят просто тупил как не знаю чем мозги плавится жара стоит не знаю 40 градусов конец сейчас уже июля все лето дебильная жара пишите комментарии в каком городе вы живете будет интересно почитать на сегодня вернее ну в этот же день снимаю просто второе видео говорю мозги плавится туплю извините заранее просто сегодня на контрольной закупке у нас вот такая мягкая карамель 600 грамм в баночке в это вес состав сейчас прочитаю ну и более подробно расскажу мое мнение об этом обо всем состав молоко обезжиренное восстановленное сахар песок сухая молочная сыворотка масло сливочное растительное масло ароматизатор ну собственно больше ничего такого нету вот такая вот банка на 600 грамм пластиковая я например как бы не часто но иногда беру знаете что как она называется вот эти вот тоже в таких она бывает в стеклянных местле вот это да в стеклянных баночках пластиковых баночках вот я беру она бывает паста шоколадная до ее называют или ореховая паста шоколадная паста она бывает просто коричневая бывает такими белые черные белых черные полосочки вот мне на очень нравится сладкой классная ореховой öyle поста по моему шоколадно ореховая вот но вот это дело карамель мягкая вообще в принципе карамель насколько я знаю карамель вот это она же используется да где-то в шоколадках например там Вот эти, Марс, я знаю, там точно есть карамель. Знаю, мороженое есть с карамелью, сверху политое. Ну, то есть в конфетах каких-то. Но в чистом виде я ни разу не пробовал. Ребят, вот туплю. 600 грамм банка это в светофоре покупал, стоило 54 рубля. Вот эта баночка 54 рубля. Если не сказал, то ладно, сейчас сказал. Ну, собственно, очень интересно мне, что за карамель. И я, как думаю, для завтрака, а я завтракать, в принципе, не люблю. Там вот заморачиваться что-то. Я люблю бутик намазать. Например, вот сейчас для этого я и трескую и взял. На контрольную закупку вот до этого делал. Икра трески. Также до этого брал паштет с гусиной печенью и с печенью индейки. Но они мне не понравились совершенно. А вот с печенью трески, вот этой вот, икра трески, мне довольно-таки понравилось неплохо. Ну и, собственно, давайте попробуем. Так. О, карамельный запах. Как знаете, конфеты. Как будто конфеты какие-то карамельные, ребят. Вот. То есть, пока посмотрите так. Я сейчас, конечно же, ее выложу. Ладно. Чтобы было лучше видно и понятно. Давайте над тарелочкой. Так что сейчас тут пина свинничаю. Вот она. Но она такая, как... О, знаете, на что похожа по составу? Как вот в орехах. Как они называются? Вот эти орешки жареные. Вот. У меня, помню, манка такие жарила. Да и продаются в магазинах они. Как грецкий орех, только они, конечно, сделаны из печенья какого-то. Да, вот этого хрустящего. Внутри вот эта начинка. Орешки вот эти вот. Видно, как грецкие. По составу один в один. Поэтому, ну, тут, что тут? Вот такая вот она, да? Не буду вываливать тарелку пачкой зря. Потому что, ну, в принципе, понятно, ребят. Да, ну вот. Как вот начинка, как в этих орешках. Ну, интересно. Давайте пробовать. На запах тоже. На запах... На запах прям мощнее. Прям карамелью пахнет. Ну, кто знает, как карамель пахнет? Сладкая-сладкая карамель. Ребята, прелесть. Прелесть, прелесть, прелесть. Это в топ тех продуктов, которые я рекомендую. Ребята, это классно. Сладкая. Мед. Ребята, зачет, находочка. Светофор 54 рубля. 600 грамм. 600 грамм банища. 54 рубля. Сладкая. Сочная. Ни горькая. Никакая, ничего потустороннего нет. Карамель. Прям карамель карамельная. Приторная аж прям, даже я бы сказал. На бутике вот так вот лежит. То есть, как бы она не жидкая, ничего плотненькая, хорошая. По вкусу. Вот, чтобы вы понимали, четко поняли. Потому что все, наверное, ели вот эти орешки. Печенье. Жареные вот эти. Вот начиночка внутри, которая есть. Я так обожаю вот эти орешки. Я даже сейчас их беру. Хотя в детстве я просто с ума по ним сходил. Да любой ребенок, наверное, да. Ну, кто в советское время родился. Вот эти орешки были очень популярные. И вот прям начинка один в один. Только сейчас продают ерунда. Я в последнее время из-за этого орешки перестал покупать вот эти. Потому что начинку стали делать какую-то невкусную. Там какую-то стали ерунду туда ложить. А вот это именно та начинка, которая из детства. Прям именно вот она вкусная, сочная, насыщенная. Ребят, берите. Бутики делать. Просто удовольствие, на самом деле. На завтраки детям вообще. Ну, про пользу не знаю. Сказать не могу. Детям пойдет, не пойдет. Состав я прочитал. В принципе, тут как-то имейте в виду. Ну, не думаю, что ну что. Но если она проходит, все госты, все эти самые. Наверное, все-таки. Но по вкусу цена, соотношение, качество. 10 из 10, 5 из 5. Все. Ребят, спасибо за просмотр. Впереди много контрольных закупок. Пишите, откуда вы живете и какая у вас погода.